Доброе утро, друзья! И утро начинается у нас в Бодренька, Пионерский проспект, район Юнгем и любимой речки Можипсин. Мы сегодня с вами посмотрим на две квартиры утро и вечер. Почувствуйте разницу, когда хозяева радеют за клиентов, которые к ним приезжают. Во-первых, они перезаказ видеосюжета делают, во-вторых, потому что они учли очень многие ваши пожелания и недочеты, которые у них были на квартирах. И мы сейчас посмотрим, что изменилось. Но для тех, кто приезжает к нам на отдых, у вас есть возможность сейчас успеть забронировать эти квартиры. Еще есть места. Туда у нас Витязево, в ту сторону у нас Джимоте. Это Джимоте здесь, в принципе, пешком недалеко. Супермаркет работает. С левой стороны кубанские вина. Далее столовая, аптека. То есть, в принципе, весь спектр услуг, которые вам может понадобиться. Даже на экскурсию вы прямо отсюда можете уехать. В эту сторону у нас как раз-таки находится речка Можипсин. Доброе утро! Находится речка Можипсин. Вы понимаете, что все, что вам может понадобиться, все есть. Я вижу, здесь стоит шлагбаум. Значит, будет въезд по ключам. Лишние здесь прокатываться, так сказать, не будут иметь возможности. Ну, вот так вот оно везде у нас на всех проходах моря обычно и происходит. Что? Перекрываются они. Здесь открыли, мне сказали, что платные парковки. Где-то вот прямо напротив дома. И одна прямо храняемая возле, чуть поближе к пляжу. Здесь отели находятся. Самый ближний вариант, который я сейчас знаю, где можно снять квартиру. Причем она уже готова. Здесь вот ни один человек мне написал, кстати, в комментариях, что ой, как далеко от моря. Все очень действительно близко. Ребята увидели, что в комментариях есть какие-то возрождения, что, допустим, не хватило того или того. И они говорят, господи, вот, все. Теперь есть все эти нюансы. Сейчас я обо всем расскажу, покажу заново. И вы сможете это оценить. Во-первых, отношение к будущим гостям. Это при том, что даже при тех условиях, которые были, уже очень много гостей забронировали с нашего видеосюжета. Есть прямо и налево возможность пройти на море. Что мы имеем? У нас две квартиры на одной площадке. Одна ночная называется утро. Вторая называется вечер. Добавились игрушки для деток. Здесь имеется Wi-Fi. Почему? Смотрите, какой он. На 4-х антенны, чтобы всем хватило. И давайте с утра начинаем. Квартира 30 квадратов. Что у нас здесь есть? Во-первых, мебель вся полностью новая. Кровать, тумбочки. Рассчитан на четвергах человека. Имеется возможность поставить лайк. Не забывайте об этом. Шкафчик с вешалками. Довольно-таки просторный. Покрывало. Подушки, вилки. Писали в прошлый раз о том, что стиралок нет. Да, действительно, стиральных машин нет. Но есть возможность стирки. То есть вам хозяева все расскажут. И вообще любая дополнительная информация по бронированию. Все-все-все у них на сайте. Сайт будет в названии и в описании. Еще Диму попрошу, чтобы он добавил к этому видео сюжету комментарии с описанием. Так что вы все найдете. Вот и фен есть. Бойлер, нагреватель у вас свой собственный. То есть вы не будете зависеть от того, что отключить эту воду. Был, кстати, вообще вопрос. Говорят о том, что очень многие сдают, не подключив водичку. То есть здесь с этим все в порядке. Причем вода, говорят, хорошая. Можно хоть под краном пить. Появилась варочная панель, посуда. Все, в принципе, было. Микроволновка. Холодильник. Давайте глянем. То есть новый. И первая бутылочка. Это вот бросилось в глаза. Это комплимент для первых гостей. Будет. Дальше. Помните, я говорил о том, что здесь стучали. Вот это тоже очень важно. Мне и в прошлый раз понравилось, когда делал обзорчик. Стучали. Дверки. Все. Звука нету. Хозяева этого. Недочет, так сказать, тоже устранили. Поставили прокираторы. Стука дверцов. Это хорошо. Вот так вы видите набор посуды, который есть. Салфеточки. Еще посуда. То есть посуды, по-моему, стало гораздо больше. Ну, стакану два под пиво осталось. Больше двух человек в комнате пивочек не должно быть пиво. Но шучу. Так. Смотрим. Здесь у нас мусорное белье. Есть мощи. Набор ложек. О. Прям посуды прибавилось, прибавилось. Переноска. Горочка. Вот так же осталась мультиварка. Все-таки, если кто-то хочет пользоваться ей, возможность такая имеется. Так. Спутниковое телевидение. На там 100 плюс или 200 каналов. Я даже не помню. Плит система. Очень важно. Мебель вся новая. Повторюсь. И мне вот нравятся новые матрасы. Не слепо был, как я в Крыму сел. И у меня попа ушла чуть ли не до пола. Было весело. Но мы уже заплатили. Деваться было некуда. Так. И доброе утро. Птички. Сегодня шторма нет. Море тихое. Такой вид. Есть сушилка. Добавили на балконах пепельница. Тазик появился. Мы же говорю, то есть по всем нюансам, которых не хватало, пробежались. И многие такие вопросы были решены. И давайте посмотрим теперь еще вечер. Вечер. Заходим. Спутниковое ТВ. Только в активе я не показал. Есть водичка с помпой. То есть ставят для людей, чтобы именно питьевая была отсюда. Даже не зависеть от крана. И у нас многие любят пить с кулеров. То есть поэтому вот есть такая возможность. Также место, чтобы я не забыл. Есть гладильная доска. И утюг. Давайте посмотрим здесь санузел. Утюг. Чем-то вкусно пахнет. Так. В общем, все новое. Все чистое. Здесь вопросов вообще никаких быть не должно. Даже так я там не заглянул. Тут щеточка какая-то. И опять-таки не забывайте, друзья, это очень важно. Ставить лайк и поднимать настроение. Сотра и себе, и вам, и мне. Тоже кровать в спальню. В шкафчике тоже есть вешалки. Там доп лежит. И здесь, ну, в принципе, тот же набор. Видеется у нас. Так, идем дальше. Диванчик. Здесь по кухне смотрим. Так, ну, в принципе, то же самое. Она идентична. Только в квартире. Здесь единственное, подняли микроволновку, чтобы побольше было места, где порезать что. Потому что панель поставили. Под панели уже на панели резать не будете. То есть тоже было, видите, какой-то нюанс-нюанс. Здесь также имеется мультиварка. Мультиварка. Также наборы. То же самое. Угу. Все, как всегда, мне. Это опять мне. Прям идентичное расположение. Идентичное. Интересно даже посмотреть. На самом деле. Так. Идем дальше. И медтехник. Теперь остался еще. Здесь у нас выход на балкончик. Здесь балкон выходит у нас во двор. Так. И пепельница. Тазик. Сущелка. Тищена. Красота. Ну и осталось узнать, сколько здесь путешествовать до моря. Еще один маленький нюанс. Бегу, бегу, бегу. И вода имеется. Здесь есть возможность пройти, еще раз говорю, туда. И, кстати, мне сказали, что есть и проход налево. Но мы пойдем через Можий Псинчик. Потому что мне нравится так гораздо больше. Утро. У нас уже время подходит в 6.30. Тратила на съемку. Засекайте. Сколько же вам здесь идти? Да. Если до воды, то вообще вы прямо рядом. Если к морю, конечно, немножечко подальше. Я сегодня на радостях даже не взял с собой мой комплект купания. То есть буду купаться без полотенца. Но уже все. Погода та, которая позволяет это делать. Это не зима. И можно наслаждаться морем. Именно в таком состоянии. О, полотенчика. Хорошая настроенчика. И нам морюшка. Возможно, сколько нам ути. То есть вы можете вообще выходить из квартиры, грубо говоря, в лавках. И пошли здесь поставить скамеечку. Можно посидеть возле божьей пшенички. Сегодня что-то лягушечки не поют. Наверное, у них период брачный закончился. Ай, ну вон море. То есть мы уже, в принципе, на пляже, можно сказать. У нас, правда, многие читают, что это не пляж. Здесь неистая аллея. Как мне хочется, чтобы она осталась. Да ладно! У нас сегодня Ашот на связи. Это прям вообще шикарно утро будет выглядеть. Не выдерживал его. Дошел и говорит, все, уже лето. Неинтересно мне, говорит, ходить купаться. То есть ты все-таки приехал. Ну, хотя бы поздоровимся. Я надеюсь, что он, конечно, еще не искупался. Но, надеюсь, мне кажется, это зря. Потому что я когда приезжал, у нас же еще его не было. Вот эти рыбки глядят по водоемчику. Птички поют. Кстати, здесь небольшой разрыв в заборе появился. Мне интересно, когда-нибудь он вообще исчезнет. Когда-нибудь нашей власти хватит сил, чтобы, ну, как-то не было забора через речку. Это, мне кажется, как визитная карточка города. Здесь будет шашвычка работать. И один из моих подписчиков, он отдыхал, правда. Он там, с той стороны, я думаю, он вспомнит себя и напишет в комментариях. Меня постоянно хвалило эту шашвычку. Говорю, приезжай, приезжай. Так, я вот тут перейду. Здесь, я думаю, будет мостик. Его подремонтировать. Я просто иду, говорю, а сколько рыбак. Ух ты. Посмотрите, вот это вот хотят. Лягушечка. Хотят засыпать. Ах, красота. Ну, теперь осталось только чистое море. Если оно чистое, то это будет суперфантастическое утро. Если же, конечно, нет, то Русь, печаль, тоска. Я надеюсь на чистое море. А вы? Пишите в комментариях, если еще не дошли. То есть, три минуты, друзья, мы на пляже. Ближе. Ну, я не знаю. Квартира у моря ближе быть, наверное, не должна, как минимум. Может, у нас все возможно на стране. Многому даже и не удивляюсь. Но очень надеюсь, что нет. Такого не будет. Мусорка стоит. У меня сегодня в 9 утра фотосессия. Ого! Я не замусор, смотрю, сколько людей. Еще раз повторюсь, 6.30 утра время. Ой, а что плавает, я его вижу. Красавчик. Он сейчас все море есть, плавает без бедя, пока я дойду. Твоистину доброе утро. Папа с сыном приехали на пляж. Так, я увидел, похоже, на что-то полотенце. Пойдем к нему припаркуемся. Мусорки на пляже есть, правда, они уже переполнены. Ну, вот, наверное, мусор каплет сейчас все соберет. Мусора как такового. В принципе, на берегу я не вижу. Сейчас мы узнаем все температурные режимы. И пойдем купаться. Морюшка, доброе утро! Вот оно, вот оно, какое должно быть. Согласитесь, друзья? Температура воздуха 22,2. Все, замерю водичку. Температура моря 21,7. Пошел я. Еще я тут стою, температура бегает. Вода класс просто. Шикарнейшая, пока. Пока. Такая красота, друзья. У меня, к сожалению, время кончилось. Что-то мы засиделись в море. Все, пошли переодеваться. Но самое главное, доброе утро от Ашотла. Здравствуйте. Всем хорошего настроения. Пейте чай. Все хорошо. Приезжайте, отдыхайте. Как море, скажи. Вот теперь уже теплое. Уже теперь не грязное. Уже можете купаться. Тебе тоже спасибо за интервью. Хорошего дня. Всем доброго, бодрого утра. Хорошего настроения. Приезжайте, отдыхайте, загорайте. Ну, даже если в Битязево там у нас прям печаль и грусть, то вот Можепсин, ближайшая точка, где хорошо и красиво. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Сайтик на эти квартиры будет в названии, в описании. В общем, все. Обращайтесь к людям. Все расскажут, подскажут. И самая подробная информация по свободным датам, по планировкам, по всему-всему есть у них на сайте. Пока-пока.